Добрый день, уважаемые коллеги. С вами консультант компании решения верный РФ Сергей Маслёхин. Сегодня разговор у нас про поддержку электроники. В частности, про хорошую новость. 19 сентября подписано постановление правительства 1659, долгожданное правительство, с 2021 года мы его ждем, которое предусматривает субсидирование части затрат технопарковых структур, занимающихся развитием электроники. Соответственно, что такое у нас технопарк для тех, кто не знает. Технопарк это имущественный комплекс, состоящий из объектов недвижимости, часть из которых принадлежат напрямую собственникам, они, допустим, называются резиденты, которые входят в периметр этого парка. Часть этих самых помещений, подготовленных, принадлежит управляющей компании, она предоставляет их в аренду. А также эта самая управляющая компания является особой, она предоставляет особые услуги, такие как услуги центра прототипирования, может быть, лаборатории по производству, лаборатории по проведению отдельных видов испытаний электроники, какие-то цеха, чистые комнаты с оборудованием, в которых осуществляется определенный передел оборудования. Ну, к примеру, все занимаются, скажем, разработкой каких-нибудь электронных изделий, плат, а вот, например, сам цех по вытравливанию плат или по распайке электронных компонентов, бома на плате, или, например, подготовка самих печатных плат, если экономическая целесообразность в этом есть на этой площадке, то есть услуга массовая, частовая, и это оборудование окупается, то, в принципе, может быть вот такой вот вариант. А также изолирование, нанесение, допустим, защитного лака, как последний передел на платы. Я уже не говорю о том, что предметом кооперации, вот этой вот, скажем так, кластерной кооперации и объединения предприятий в технопарке, это может быть проектное бюро, которое всем разрабатывает схемотехнику, принципиальную электрическую схему этой самой платы, монтаж, там, не знаю, какую-то еще тот же самый набор радиодеталей, бом, да, разрабатывает. То есть оказывает услуги инжиниринга, а может быть, допустим, есть некий центр прототипирования. Управляющая компания оказывает услугу центра прототипирования, на которой можно изготовить прототип, опытный первый экземпляр для дальнейших испытаний, например. Центр испытаний, естественно, да, то есть готовые изделия или модули, или компоненты, или там полноценные уже электронные изделия требуется много на что испытать. Я уже не говорю про проверку работы схемы, работоспособности схемы, то есть надо подать там на входы определенные электрические сигналы и поставить измерительные приборы на выходе, чтобы проверить там, не знаю, ампераж, вольтаж, выходные, любые, что называется, входные и выходные характеристики, правильность реагирования в зависимости от того, что это за устройство там будет. Контроллер вообще надо проверить по всем, что называется, параметрам. Контроллер, как реле, должен отработать все свои функции. Это довольно сложное устройство, к примеру. Я уже не говорю про относительно простые элементарную компонентную базу, да, резисторы, кондиционеры, там, не знаю, фотодиоды и так далее, конденсаторы. Извиняюсь, не кондиционеры, а конденсаторы. Так вот, значит, если предприятия являются резидентами такого технопарка, и если есть управляющая компания, она же девелоперская, владелец определенной производственной технологической недвижимости и арендной недвижимости на территории технопарка, то если этот парк будет специализироваться на электронике, то есть, ну, например, львиная доля, не менее 50% его участников будет специализироваться на электронных изделиях, на их проектирование, разработке, конструкторской документации, изготовлении прототипов, изготовлении мелкой серии, там, серийное производство любое, да, единичное и так далее, и так далее. Если это отрасль электроники, то государство может просубсидировать в течение трех лет значительную часть, до 70% затрат на создание такого технопарка в сфере электроники. Это будет происходить три года подряд, например, да, максимальные суммы и года ограничены чем? Не более трех лет подряд, не более 300 миллионов в год и не более, получается, 900 миллионов за весь период реализации трехлетней, да. Это довольно серьезные затраты, учитывая, что на эти деньги, на 70% от этих затрат за государевые, да, деньги можно оснастить любое высокотехнологичное оборудование, можно приобрести, ну, практически любое высокотехнологичное оборудование из-за рубежа, то есть, можно поставить серьезную лабораторию, можно поставить серьезный центр прототипирования. Все то, что отдельно взятые предприятия, например, себе позволить не может, или не окупит никогда по причине его нечастого использования, не сможет его, это оборудование, эту лабораторию загрузить. А когда это оборудование является коллективного пользования, когда оно закупается в интересах нескольких участников, да, кластера или технопарка в данном случае, электроники, тогда эта покупка оправдана. Вот, соответственно, на 2021-2022 год уже объявлены отборы, постановление есть, то есть, заявки можно подавать. Соответственно, какие требования минимальные к этому самому технопарку в сфере электроники? Во-первых, площадные, сутевые мы с вами уже проговорили, да, то есть, специализация, доля резидентов, которые заняты производством электроники. Есть площадные, значит, общая площадь работающих или строящихся корпусов на территории технопарка должна превышать 10 тысяч квадратных метров. Соответственно, значит, эти центры технологических компетенций, центры коллективного проектирования, которые для освоения технологий, да, должны быть включены в стратегию развития электронной промышленности, соответствовать ей, которые до 30-го года. Так, соответственно, 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 минимальный уровень небюджетных инвестиций управляющей компанией 30% от суммы сметы. Есть целевые показатели, которых должны будут достигнуть резиденты по инвестициям, по рабочим местам, по налогам, по, самое главное, по уровню развития выпуска промышленной продукции, он напрямую будет связан с суммой субсидий. Естественно, данный технопарк, данный технопарк должен состоять из не менее трех предприятий в сфере электронной промышленности. Значит, понятно, что акведы профильные, понятно, что наличие данного технопарка и управляющих компаний в реестре технопарков и управляющих компаний технопарков, извините за тавтологию такую, по само постановление 1659 о субсидировании технопарков, а вот аккредитацию, подтверждение соответствия требований к технопаркам и требований к управляющим компаниям технопарков надо будет пройти по постановлению правительства 1863. Обращайтесь к нашим экспертам, к нашим специалистам. Опыт сопровождения промышленных индустриальных парков, технопарков у компании «Большой» с 2013 года. Ни один бизнес-план, ни одну концепцию, ни один мастер-план мы сделали за это время, ни один промышленный парк попал в реестр аккредитованных парков, занимались и кластерными структурами и оказываем довольно широкий спектр услуг, начиная от разового консультирования, подойдет вам, не подойдет, какие правила игры, что нужно сделать, какая последовательность, какая дорожная карта, какое участие местных органов власти, региональных органов власти, управляющей компанией, как создавать кластер, какие типовые документы юридически-организационные этого самого кластера технопарка, управляющей компанией, какие взаимоотношения, потому что это на самом деле довольно серьезный такой конгломерат, на одной площадке разные интересы сторон. И государство регулярно в сфере промышленности, в том числе электронной, есть профильный департамент электроники Минпромторга, управляющая компания, которая зарабатывает, это ее бизнес, оказывает услуги, резиденты, которые должны производить на этой территории и продавать промышленную продукцию. Ну и, соответственно, несколько вот таких вот требований. Обращайтесь за консультациями к нам. Под данным видео будет ссылочка, где можно ознакомиться с деталями, заказать консультацию и принять участие в вебинаре. С вами был консультант решений Верный РФ Сергей Маслёхин. Успехов вам в реализации ваших проектов. Всего доброго.